МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это дневники студенческой весны. Мы начинаем. В период проведения фестиваля планируются десятки мероприятий, в которых участие смогут принять и жители, и гости Ставрополя. Турнир по киберспорту не исключение. Желающих сразиться в компьютерные игры много, и все они надеются, конечно же, на победу. Команда свежая, каждый уверен, что играл по многу. И начиная, думаю, с первой доты, начиная с моды для Варкрафта. Ну, знающие знают, короче. Ну, да. А готовы ли вы сразиться в 7 часов вечера с участниками студенческой весны? Конечно, не вопрос. Эта идея была предложена на общем собрании организаторов, когда это все еще решалось, еще, наверное, мне кажется, даже за год. И, собственно, предложили, так как сейчас поколение, у нас 21 век, век технологий, поэтому решили, что современным поколением это будет интересно. Очень много ребят пришло, которые заявились играть. Сегодня играют в Доту. Пять на пять. Это все будет выводиться на экран с комментатором. Ну, в общем, как в лучших традициях подобных соревнований. Два дня они будут играть. Участники студенческой весны приходят в 7 вечера, и уже между их командами здесь начинаются соревнования. Два дня будет проходить здесь так. Ну, и плюс Лофт принимает такие нестандартные формы студ весны. Если на первом этаже основном зале Дворца культуры и спорта там концерты, выступления, здесь киберспорт, нетворкинг, неформальное образование. В общем, то, собственно, для чего Лофт создавался, и мы рады, что студ весна сюда зашла. И пока молодые геймеры сражались в виртуальном пространстве, прекрасная половина участников фестиваля готовилась к одному из самых ярких событий этой недели. К международному конкурсу «Красоты и таланта Королева студенчества-2019». Сперва их ждала фотосессия в Ботаническом саду Ставрополя, а сразу после пресс-конференция в стенах Ставропольского академического театра драмы. Там девушки из разных уголков планеты познакомились лучше и, конечно же, поделились своими ожиданиями. Я буду удивлять своими стихотворениями, я буду открывать снова сердце, душу свою, и все. И вот это вам берите, и все, больше ничего не нужно. В Ставрополе я второй раз. Первый раз я, правда, не до конца с ним познакомилась, но вот сейчас у меня есть возможность узнать его получше. Это очень чистый город, красивый и с невероятными достопримечательностями. На одной из таких масштабных достопримечательностей Александровской площади сегодня заработала альтернативная площадка, на которой ребята из общественной организации «Оффбитс» покажут мастерство воркаута и паркура, граффити и других уличных культур. Подобные это альтернативные площадки работают и на Крепостной горе, и на площади Ленина. Они абсолютно открыты и доступны жителям и гостям Ставрополя. Также по вечерам на площади Ленина и на Владимирской площади будут проходить большие концерты звезд мирового масштаба. Поэтому приходите, смотрите и наслаждайтесь этой атмосферой праздника, студенчества и молодежи. Александра Бакалюк, Павел Сухарев, Ставропольское телевидение. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова